Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Международный союз конькобежцев перенёс российский этап гран-при сезона 2023-2024 в Финляндию. Пятый этап гран-при по фигурному катанию должен был пройти и в России, но в итоге пройдёт в Финляндии с 17 по 19 ноября 2023 года. Финал гран-при пройдёт в Китае с 7 по 10 декабря. Алена Косторная считает, что у неё впереди длинная карьера. Надеюсь, что у меня ещё будет возможность заявить о себе. Я всё ещё считаю, что у меня впереди долгая карьера и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. Также Алена рассказала об отношении к хейту. Поначалу меня действительно очень задевало. Да, я всё читаю и плохое и хорошее, когда-то это очень задевало. Чем больше времени проходит, тем, естественно, больше комментариев прилетает. Всё, что я могу сделать, это открыть, посмеяться над ними. Мне есть чем заняться и я не буду тратить время, чтобы кого-то облить. Если у человека есть время, чтобы тратить его на подобное, то мне очень жаль этого человека. Он ещё не нашёл дело, которое ему нравится. Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально. То, что я не иду отвечать ему. Также я смотрю, что людям не нравится. Стараюсь это переосмыслить, обсудить с родственниками и знакомыми. Если мы соглашаемся, что что-то было неправильно, то мы это корректируем, сказала Косторная. Алёна также призналась, что у неё довольно часто бывают срывы. А всё из-за того, что она по своей природе максималист. И когда что-то идёт не так на тренировке, она реагирует сильно. Сначала это возгласы. Дальше идут слёзы. Причём истерика сильная. Если прям совсем край продолжает Косторная, то иногда бью по бортику. Борт сотрясается, рука болит, мне больно и обидно. Это бывает очень редко. Это очень некрасиво. Да, такой грешок есть за мной. Стараюсь это очень сильно контролировать, потому что нервная система одна, сказала Алёна Косторная. Комиссия по этике Федерации фигурного катания России накануне рассмотрела слова Евгения Плющенко в адрес судей и вынесла рекомендации для будущего заседания исполкома Федерации. Решение будет принято в апреле. Председатель комиссии по этике сообщила, что комиссия не принимает решений. Комиссия вырабатывает рекомендации по лицам. На заседании исполкома, которое будет в апреле, комиссия доложит свои выводы и после этого будет принято решение. И тогда уже исполком на своём сайте или в комментарии будет давать информацию, сообщили в комиссии. Отмечается, что заседание комиссии прошло без присутствия Евгения Плющенко и Софьи Федченко. Напомню, Евгений Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвёртой. Победила тогда ученица Софьи Федченко, Алина Горбачёва. Тренер Татьяна Тарасова считает, что комиссии по этике не за что наказывать Евгения Плющенко. Не знаю, какие рекомендации вынесла комиссия, но я не понимаю, за что его могут наказать. За то, что он задал вопрос судьям, я этого не понимаю, правда. Это рабочие моменты, они не для разбирательств на высшем уровне федерации, сказала Тарасова. Также Тарасова прокомментировала новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин летом выступят в ледовом шоу в США. Слушайте, скажите мне, Дэвис и Смолкин у нас что, чемпионы мира Европы или чемпионы Олимпийских игр? Что вы за ними так следите? Что вы так волнуетесь? Будут показательные выступления. Они будут выступать в Америке. Мы когда-то тоже тренировались и выступали на показательных в Америке. Что в этом такого? По смене спортивного гражданства уже писали, что их не взяли. Они просматривались и на этом все. Мне никто ничего не говорил о смене гражданства, я не знаю. А в показательных почему бы не поучаствовать, сказала Тарасова. Хореограф группы Этери Тудберидзе Алексей Ежелезняков тоже высказался о выступлении пары на ледовом шоу в США. Выступление Дианы Глеба на ледовом шоу в США ни о чем не говорит. Если ребят пригласили выступить, то ребята поедут и выступят. Неважно, какая это будет страна. Да и любые спортсмены, которых пригласят из России туда, они поедут и выступят. Это всего лишь показательное выступление или шоу, и не значит, что человек перешел кататься в другую федерацию, встал по другие флаги. Это не показатель. Любой спортсмен из России может по приглашению поехать и выступить на шоу. Обыкновенные люди не осудят, например, если к нам приедут спортсмены из другой страны и выступят в шоу. Наоборот, многие обрадуются, похлопают, а еще если хорошо выступят, то встретят стоя, сказал Железняков. Анна Щербакова рассказала об идее номера, с которым она заняла третье место на турнире шоу-программ. Анна представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны». Щербакова сообщила, что идея номера принадлежала тренерам Данилу Глихенгаузу и Этери Тутберидзе, причем идею программы они придумали давно, но воплотили ее в жизнь только сейчас, на этом турнире. Анна считает, что для премьеры номера это очень хорошее место, так как можно добавить атмосферу за счет игры света, каких-то дополнительных предметов, кадров из фильма, поэтому, по мнению Щербаковой, прокат получился антуражным и атмосферным. В эмоциональном плане эта программа очень непростая из-за того, что нужно передать сложные чувства. Лично для меня в этой программе присутствуют не только боли и трагедии. Для меня в ней есть и какие-то теплые, нежные, трепетные воспоминания. Во многих моих движениях заложено много эмоций, которые очень хотелось передать так, чтобы не только я это прочувствовала во время проката, но и зрители сопереживали и разделяли все это вместе со мной. Этот турнир был особенным, потому что, думаю, ни у одного спортсмена до конца не было понимания, шоу это или соревнование. Было осознание, что это шоу. Я думаю, что никто не приехал сюда как соперник на соревнования, потому что участникам важно было решить такие задачи, как завлечь зал, показать свою постановку, сделать так, чтобы твой номер запомнился. И это все-таки нельзя назвать соревнованиями в полном смысле слова. Хотя все спортсмены отмечали, что несмотря на то, что мы воспринимали этот турнир больше как шоу, постепенно атмосфера накалялась. И появилось ощущение, что это прямо соревнование, потому что по моим воспоминаниям воцарилась очень похожая атмосфера. Поэтому, думаю, у всех участников внутри остались смешанные чувства. Такой турнир проводился впервые, и надо понять, как воспримут его зрители. Я пересмотрю все номера, потому что далеко не все видела. Надеюсь, зрителям турнир понравился, сказала Щербакова. Продолжаем тему турнира шоу-программ. Как сообщил источник, Александра Трусова тоже хотела принять участие в турнире, но не смогла это сделать, так как ей отказали организаторы. Источник РИА Новости Спорт заявил, что фигуристка планировала показать парный номер, что в ее случае не соответствовало регламенту мероприятия, и поэтому Трусову не допустили. Ряд болельщиков связали это даже с напряженными отношениями фигуристки с каналом-организатором. Другие все же отмечают, что номер действительно не соответствовал регламенту, ведь одиночница могла выступить только сольно. Тем временем стало известно, что Александра Трусова станет гостем-экспертом в студии онлайн-кинотеатра ОКО во время чемпионата мира 2023 года. Изначально даже сообщалось, что Трусова прокомментирует произвольную программу мужчин, но после уточнения стало ясно, что Александр станет именно гостем в студии и будет отвечать на вопросы как эксперт. А вот комментировать соревнования будет Евгения Медведева. Она заявлена на короткие программы мужчин и женщин. Александр Энберт и Алексей Тихонов прокомментируют парное катание. Несмотря на то, что российские спортсмены на чемпионате мира 2023 года не выступят, Этери Тудберидзе все-таки полетела на чемпионат в Японию. Она сопровождает фигуриста из Италии Даниэля Грасселя, который уже с января тренируется в ее группе в Москве. На турнире также присутствуют Даниэль Глихенгаус и Сергей Дудаков. Даниэль Грассель рассказал о целях на чемпионат мира. Фигурист признается, что после чемпионата Европы ему пришлось непросто. Он чувствовал, что оказался в яме, но постарался сфокусироваться на ощущениях и решил побыть наедине с самим собой. Грассель говорит, что его очень здорово поддержали тренеры, друзья и болельщики, и он это очень ценит. Я сомневался даже, ехать ли мне на чемпионат мира, но в меня верят столько людей, поэтому я старался собрать себя ментально. И вот я здесь. Потихоньку возвращаюсь в свою форму. Я верю, что выступление в Сайтами придаст мне больше сил. После чемпионата Европы мы работали и над программами в целом, и над техникой, особенно над ребрами в Луце и Флипе. Много внимания уделяли и презентации, и артистизму. Прямо вот сразу каких-то серьезных изменений вы может и не увидите, но мы работаем с прицелом уже на следующий сезон. Цель на чемпионат мира получить удовольствие и прокататься чисто, сказал Грассель. Также фигурист рассказал о тренировках в России под руководством Этери Тутберидзе. Грассель пока не привык к жизни. В Москве погода для итальянца тоже довольно непривычная. Холодно, говорит Грассель. «Но на катке теплая атмосфера. Мы так много тренируемся, и мне очень нравится, что у нас получается. Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целью на следующий сезон – перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве», сказал Даниэль Грассель. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!